Изменения в регламент городские депутаты вносят текстом, непонятным для присутствующих в зале. И если бы не ранее прошедший комитет, мы бы так и не поняли, что голосовать депутаты будут за аккредитацию журналистов. Старая песня. Угоден, проходи. Плохо себя вел, мы с тобой не дружим. Столь важное решение, идущее в разрез с законом о СМИ, депутаты обсуждают без правового обоснования, о чем заметил Юрий Бухалов. А вот председатель уставного комитета Андрей Прохоренко парировал. Если затратить права СМИ, граждан, могут обратиться в личном порядке в суд. Я предлагаю депутатам и прошу их, вызываю, голосовать против данного решения. Потому что над нами будет смеяться не только весь город, но вся область над нами будет смеяться. Здесь предусматривается снова третий раз районный совет принимал, награбли, наступил, потом городской совет пытался это сделать. Всякий раз предусматривается аккредитация средств массовой информации. Понимаете, мы не организация объединенных наций, мы не Государственная Дума, мы органы местного самоуправления. И здесь пытаются какие-то секреты устроить от избирателей. Ни одна аккредитация в Ярцеве больше месяца не длилась. Здесь было противно смотреть, как депутаты вместо обсуждения городских проблем вызывали полицию, выводя под руки неугодных журналистов. В угодных всегда оставалось одно муниципальное СМИ. Не далее, как прошлый созыв, первый избранный глава после непонравившегося сюжета прислал руководству нашей телекомпании гневное письмо, обвинив в непрофессионализме, предлагая не показывать сессии, а только показывать его личные комментарии. История ходит по кругу. Больше всего на заседании досталось сайту все о Ярцеве. Хотя большинство депутатов от КПРФ до предвыборной рекламы на этом сайте никто и не знал. Сам собой в какой раз напрашивался вопрос, не перепутали ли депутаты открытое заседание народных избранников с масонской ложей. Все началось с присутствия неугодного Антона Шестерякова, а закончилось вот так глобально. Вот что, кстати, думает сам Антон, размещающий ход заседания в соцсетях. Я считаю, что депутаты, отдельные депутаты от фракции КПРФ просто решили закрыться от избирателей. И когда некоторые депутаты от фракции КПРФ, некоторые единороссы их поддерживают и говорят о том, что на сомнительных сайтах что-то там размещается. Ну, допустим, вот у меня, как правило, все лежит в первостанном виде. То есть там лежит целое обсуждение комитета или целое обсуждение конкретного вопроса. Стоит заметить, что профессионализм редакторов неугодных, не муниципальных СМИ подтвержден дипломами факультета журналистики. По закону о СМИ мы, журналисты, пока еще, слава богу, вправе посвящать все открытые мероприятия, которые проводятся где бы то ни было, собирать и распространять информацию. Что касается закрытости депутатов, ну, здесь вопрос скорее к их осознанию того, что они все-таки народные избранники. За них голосовали люди. Все их сессии, заседания комитетов, они не являются какими-то их частными вечеринками. То есть депутаты у нас представлены двумя партиями, и внутри своих фракций они могут проводить какие угодно закрытые мероприятия, это их партийное дело. Но все, что касается работы совета, это действия открытые. Здесь может присутствовать и вести съемку, запись не только журналист, но и вообще любой гражданин. Депутатам нужно понять, что их там не 19 таких людей в коронах, а там 19 человек, каждый из которых представляет определенную группу избирателей. Вернемся в актовый зал. В ходе голосования за заседание без съемок неаккредитованными СМИ проголосовало 5 единороссов и 5 коммунистов. Решение об аккредитации не прошло из-за отсутствия одного депутата. И, как сказал глава города Николай Новоселов, нет проблем, примем в конце июня. В городе два месяца не вывозится мусор, ямочный ремонт застыл на одной улице, не косятся трава. Самое время приложить все усилия на борьбу с журналистами. Продолжение следует...